Привет, дорогие. Давно не виделись, я вернула. Летом в Корее очень многие кореянки опиливают кожу. Как в Корее и почему кореянки опиливают кожу? Все, поехали. Вот у меня есть такие средства, которые временно опиливают и не временно опиливают. Все я расскажу. Многие спрашивали, Кёна, в Корее предпочитают белую кожу? Раньше, да, если белая кожа, тогда в Корее считали, что стандарт красоты. Я сегодня заходила в салон и спрашивала у вежиста, раньше в Корее стандартный тон был 21. Это немножко светлее, потому что кореянки предпочитали светлее, чем настоящая кожа. Сейчас уже такая мода потихоньку меняется. Сейчас очень редко кто пользуется 21 тоном, а многие пользуются 23 тоном. Моя кожа считается в Корее немножко оцомненькая. Теперь в Корее, как моя кожа, очень много. Как в Корее опиливают кожу? Так, у меня есть средство вот такое, опиливающий крем. Насколько хорошо опиливают? Я сейчас сделала макияж, поэтому здесь тональный крем. В камере не очень видно, но моя шея не красива, здесь нет тональный крем. Поэтому, чтобы тонировать кожу, мы пользуемся опиливающим кремом. Вот здесь крем. Вот так. Почему кореянки не очень носят, здесь тональный крем? Когда мы одеваемся одежду, платье или рубашка белая, здесь остается тональный крем. Вот даже так не остается. И когда вы одеваете белую одежду, это очень удобно. И еще есть спрей, чтобы опиливать локоть, подмышка и так далее. Или после отпуска, клиенты на отпуске очень хорошо защищают от солнца лицо. Но часто бывает, что тело темное, а лицо светлое. Поэтому еще есть такой спрей, чтобы тонировать кожу, лицо и тело. Посмотрим. Чем больше вы намазываете, чем хорошо опиливает. Вот так. Два раза и... Вот. Вот три раза намазывала. Смотрите, мое лицо и рука. Рука намного светлая, но очень натурально получилась, да? Вот. Сильно видно, да? Тогда это навсегда остается опиливающий крем. Нет, это временно. Ну, обычно такие опиливающие кремы не смываются пенкой. Нужно сначала гидрофильное масло, потом пенка. Поэтому очень долго остается. В Корее очень модно сонтидещитный крем с опиливаемым маслом. Просто опиливать кожу тоже можно. Но все равно каждый день кореянки намазывают сонтидещитный крем. Поэтому компания косметики придумали сонтидещитный крем с опиливающим эффектом. Вот покажу. Сонтидещитный крем от Раундрекс. СПЕ50. Мягко опиливать кожу. Видите? Опиливающим и есть. Если вы не хотите делать макияж, такие опиливающие крем с сонтидещитным эффектом очень удобно. Тогда уже дает оживленный вид. Опиливает черный круг под глазами. Еще опиливает немножко пятни и пигментации. Еще есть такие кушёны с опиливающим эффектом. Это кушёны от Боливую. Немножко вот так опиливает. Так, намазываем. Вот так. Даже сверху макияж не очень странно выглядит. Наоборот, натурально выглядит, делая сияющий эффект. Поэтому кореянки очень часто носят с собой такой сонтидещитный кушёны. Такие средства все остается временно. Но если вы хотите правда по-настоящему опиливать вашу настоящую кожу, то нужно средство Бибэ Кинэн Сан Ха Чан Кун. То есть, если вы долго и каждый день наносите такие кремы, то ваша настоящая цвет кожи опиливает. Это от Хэбл Влю. Если вы долго пользуетесь, где-то полгода, тогда кожа, настоящая кожа, светлее становится. Когда вы намазываете, нет опиливающих эффектов. В Корее, особенно летом, после отпуска, очень популярны такие кремы. Второе. Витамин С сиворотка. Наверное, вы тоже очень хорошо знаете, насколько хорошо витамин С сиворотка опиливает кожу. Не только опиливает, это правда тонирует кожу. Убирая пигментации, веснушки и пятны. Зато после витамин С сиворотка днем обязательно нужно использовать сусонтизасшитным кремом. Он слишком хорошо действует, чтобы убирать пигментации и пятны, поэтому хорошо нужно защищать кожу. Такие витамин С сиворотка очень дороги. Вот это самое большое количество витамин С сиворотка в Корее, делает 20% только настоящая витамин С сиворотка. Но он получил доказательства в раборатории, что только за 3 дня убирал пигментации, которые больше 10 лет. Поэтому в Корее становится очень популярным. Еще есть. Если вы хотите быстро увидеть эффект, то кореянки обычно пьют с витамином. Называется глутатион. Чем мы стареем, тем глутатион в нашей теле исчезает. Это нужно пить с витамина. Это конфетка. Все здесь я сама купила. Очень хорошо опиливает. Я тоже видела эффект. Это я еще пью, пока жду результат. Не только для опиливания, а для лифтинга и все. Тогда в Корее любят только такую белую кожу? Нет. В магазине космические очень сложно было найти. Чемный тон. 23 тон. Это был максимальный. Чемный тон. Например, как моя кожа. Вот здесь. Это 23 тон. Темнее тон не бывало. Но сейчас есть. Это 25 тон. Пока не везде продается. Есть люди, кто пользуется. Здесь намазала опиливающий спрей. Так, это 25 тон. Видите? Большая разница, где пользуется. Очень темно получается. Таким образом, сейчас у кореянок очень много выбор. Если вы хотите опиливать кожу, если вы хотите темную кожу, тогда вы можете выбрать такой темненький цвет. Я читала комментарий, что в ладжиевской стране белая кожа считается богатым человеком, поэтому любят опиливать кожу. Такого вообще нету. Это просто выбор людей. Предпочитание людей. Чем белый, а здесь очень темный. Спасибо, что вы посмотрели мое видео. Надеюсь, что это понравилось. Я оставлю название этой продукты, чтобы вы тоже могли посмотреть. Тогда я очень люблю вас. Хорошего дня. И спокойной ночи. Аньо, пока.